Эфир Амурского областного телевидения. Продолжают новости. В студии для вас работает Наталья Ткачук. Здравствуйте. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Помогают бойцам СВО. Два амурских ведомства передали в зону спецоперации пять автомобилей. В новом облике. Масштабная реконструкция главной площади и городского парка идет в свободном. Герберы, гладиоусы или ромашки. Какие цветы дарят школьники своим учителям 1 сентября? А сейчас об этих и других темах более подробно. Граждане Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, проживающие в Амурской области, смогут досрочно принять участие в предстоящих выборах депутатов законодательных органов своих территорий. Для них в Благовещенске организован специальный избирательный участок. Экстерриториальный избирательный участок открыт в Благовещенске по адресу Горького 129, бывшее здание ДК профсоюзов. Досрочно проголосовать здесь смогут жители четырех новых территорий, которые имеют соответствующую регистрацию. Напомним, в единый день голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будут выбирать депутатов законодательных собраний. Все агитационные материалы уже поступили в Преамурье. У нас есть наблюдатели, которые были назначены субъектовыми комиссиями, которые являются организующими, то есть это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. От общественных палат этих субъектов, они есть наблюдатели, они будут находиться здесь на участке. Голосование проводится с 1 по 4. 1, 2, 3 сентября у нас полный день полноценный, 4 числа до 15.00. Кроме того, у нас будут работать доп. формы в пяти муниципалитетах. У нас организованы вот эти формы для голосования. На стенде можно будет потом посмотреть их адреса и телефоны, куда можно обратиться. Также заполнить бюллетени можно будет в Прогрессе. Тынде, Белогорске, Шимановске и Новобурейском. Как в помещении территориальной избирательной комиссии, так и на дому. Еще один экстерриториальный избирательный участок образован в ДНР. Там в выборах губернатора Амурской области смогут принять участие бойцы, участники СВО и амурчане, которые восстанавливают новые регионы. Между тем, в области продолжается досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах. Оно началось 25 августа и завершится 7 сентября. Представители областной избирательной комиссии уже побывали в Тындинском, Сковородинском округах и Мазановском районе. Выборы губернатора при Амуре пройдут с 8 по 10 сентября. Фонтан со светодиодной подсветкой, уличный кинотеатр, трехметровые качели. В свободном идет масштабная реконструкция главной площади и городского парка. Наша съемочная группа посмотрела, как ведутся работы. Сварка конструкции, отсыпка площадок, укладка плитки. На территории в 25 тысяч квадратных метрах одновременно ведут разные работы. От старой площади Ленина остался только памятник вождю и частично стелла с информацией об истории города. Архитектуру сохранили, но выполнили из металла и перенесли. Ход работ проверил губернатор Амурской области Василий Орлов. Во время реконструкции столкнулись с рядом трудности, пришлось пересчитывать проект, но работы не останавливались. В прошлом году были выполнены полностью прокладка всех сетей, коммуникаций. Мы, получается, производили демонтаж старого покрытия полностью, делали новые основания, выполняли и, соответственно, укладываем сейчас плитку. На данный момент выполнение составляет 55% на площади. Выполняется укладка плитки, возведение зданий и сооружений, таких как туалет, кинотеатр. Некогда заасфальтированный участок постепенно превращается в современную зону отдыха. Кинотеатр под открытым небом, ряд трехметровых качелей, сцена, скейт-парк, площадка для воркаута, будущая достопримечательность города, сухой фонтан со светодиодной подсветкой. Рядом со зданием администрации доска почета. Здесь установят фонари, лавочки, а северную часть площади соединят со сквером влюбленных. Как пообещал строитель, 67-летним стажем этим объектом можно будет гордиться. На счету Николая Головезина строительство домов, дорог, карьеров БАМа. Это очень важный объект, потому что это все-таки как бы зона отдыха для людей. Это все для людей было построено. Это будет красиво, это будет востребовано и для детей, и для взрослых. В общем, для народа. Сдать площадь Ленина планируют в ноябре. На месяц раньше закончат ремонт и обустройство еще одного общественного пространства – городского парка. В 2021 году проект выиграл грант по программе создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Договор с подрядчиком заключили в конце прошлого года. Готовность сейчас – 70%. В парке, по большому счету, ничего не было. Была разбитая спортивная площадка, много деревьев и реликтовые муравейники, которые мы сохранили. А что получим в итоге? Мы получим современные спортивные площадки, мы получим детскую площадку. Будет здесь площадка для выгула от собак, будет площадка для тихих игр, таких как шахматы, то есть в отдельной части парка. Ну и просто хорошее место для провождения времени для граждан города Свободного. Перед началом строительства здесь обустроили ливневую канализацию. Часть парка затапливала. После дождей сейчас проблема решена. На данный момент строители укладывают бордюрную плитку и асфальт, обшивают сцену, устанавливают фонари. Всего и будет 220. Также ведутся работы на месте будущего пруда, сцены, дорожек. На 7 гектарах оборудуют велодорожки, инклюзивную площадку от цветник. И здесь нам пришлось очень плотно работать авторскому надзору, техническому надзору, заказчику и подрядчику. В плане того, что территория достаточно сложная, территория парка, и пришлось на ходу менять технические решения и пересогласоваться с авторским надзором для того, чтобы это было сделано качественно. И удобно для жителей. Сейчас на территории работают три бригады. Парк располагается в центральной части и станет центром притяжения свободниц и гостей города. Как отметил губернатор, свободный растет, развивается, становится лучше, красивее, комфортнее для людей, особенно семей с детьми. Ирина Батина, Андрей Цветков, Аморско-областное телевидение. Новый учебный год ученики 4-й школы города Зеи начнут в отреставрированном здании. Средства на ремонт выделены в рамках федеральной программы. Последний раз масштабные работы в учебном заведении проводили более полувека назад. Подробности в следующем материале. Ремонт четырехэтажного здания начался ровно год назад. За это время рабочие полностью заменили всю электропроводку, системы вентиляции, отопления водопровода, канализации. Провели демонтаж пола, перекрытие, установили пластиковые окна. Реконструкция шла на площади 2300 квадратных метров. На все работы направили более 142 миллионов рублей. Большую часть, 114 миллионов, выделили из федерального бюджета. Остальное средства областного и городского. После ремонта в школе появится современное кафе и новый актовый зал. Откроется и своя точка роста. Будет школьное кафе. В столовую закуплено новое оборудование, которое позволит более качественно готовить, не то что качественно, но и разнообразно пищу. Плюс закуплена мебель, которая позволит детям себя чувствовать уютно. И я думаю, им всегда захочется прийти в нашу столовую. Далее закуплен совершенно новый, попал к последнему слову, скажем, актовый зал со всей аппаратурой. К концу августа она подойдет уже, актовый зал начнут монтировать. Параллельно с внутренними работами шел ремонт и школьного стадиона. Сегодня он оборудован всем самым необходимым. При этом заниматься физкультурой здесь будут не только ученики. В вечернее время он будет открыт для жителей Зеи. Это составная часть школы, задействована в учебном процессе и в отдыхе детей на переменах. Там установлена полоса препятствий для подготовки детей к сдаче комплекса ГТО. Хороший современный стадион, освещение, систему видеонаблюдения. Были определенные проблемы с подрядчиком, но благополучно работы завершены. Проводятся работы по приемке стадиона. В рамках федерального проекта, по которому выполняют капитальный ремонт школ, только в Амурской области за пять лет будет отремонтировано около 70 образовательных учреждений. В первую очередь акцент будут делать на сельские учебные заведения. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. На полигоне Екатеринославский провели учения для минометчиков Восточного военного округа. Военнослужащие отработали методику скоростной стрельбы из 120-мм минометов с поражением групповых целей. Во время тренировок была выполнена боевая стрельба с закрытых огневых позиций по целям, имитирующим технику «Живую силу» огневые точки условного противника на расстоянии от 800 до 1500 метров, сообщает Пресс-служба Восточного военного округа. При отработке огневых задач минометчики использовали опыт современных вооруженных конфликтов. Разведка целей, корректирование огня и контроль поражения целей осуществлялся при помощи переносных средств наблюдения, а также с помощью беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа. Расчет действовал согласно, уверенно, точно, внимательно, потому что от каждого номера расчета, начиная от командира батареи и заканчивая номерами расчета, зависит точность поражения противника, время также, слаженности. Огонь артиллерии корректировался сегодня с помощью беспилотной летательной аппаратуры по сторонам света. Два амурских ведомства передали автомобили в зону СВО. Транспорт готовят для отправки. Таким образом, автопарк амурских бойцов пополнится пятью машинами. Два автомобиля передали работники регионального управления Федеральной налоговой службы. Еще три – Амурское управление Росреестра. Как отмечают специалисты регионального исполкома Народного фронта, амурские ведомства регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи для бойцов спецоперации. Автомобиль, в принципе, в порядке. По косметике он даже очень нормальный, я думаю, комфортно будет ребятам. Единственное, немножко нужно будет с технической частью подработать. Автомобиль выполнял задачи по перевозке инспектора государственного земельного надзора. Ребята, желаю победы, скорейшего возвращения. Мой сын тоже находится в зоне СВО, поэтому с душой отдаем. Неравнодушные жители региона тоже помогают амурским бойцам в зоне СВО. В сентябре для них закупят крупную партию оборудования. По поручению губернатора Василия Орлова, военнослужащим приобретут 30 квадрокоптеров различной модификации, 20 антидроновых ружей и 10 тепловизионных прицелов. На эти цели более 20 миллионов рублей будут выделены со специального счета социального центра «Доброта». На него перечисляют средства жители Амурской области. С момента открытия благотворительного счета на приобретение оборудования в зону СВО направили около 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Более двух тысяч амурских водителей за восемь месяцев текущего года привлекли к ответственности за неправильную перевозку детей. Все они выплатили административный штраф в размере трех тысяч рублей. Перед началом учебного года сотрудники госавтоинспекции традиционно проводят акцию «Ребенок – главный пассажир». Инспекторы выявляют нарушение правил при перевозке детей. На территории Амурской области зарегистрировано 80 ДТП, в которых два ребенка погибли, 96 получили травмы. Как отмечают сотрудники ГИБДД, чаще всего родители не пристегивают несовершеннолетних детей, перевозят без использования детского удерживающего устройства или специального кресла. Также в соответствии с действительным законодательством водитель, который перевозит в салоне своего автомобиля ребенка без использования детского удерживающего устройства, без применения ремней безопасности, может быть привлечен к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях по части 3 ст. 12.23. Влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей. Георгины, герберы и ромашки. В День знаний 1 сентября мужские школьники по традиции дарят цветы своим педагогам. И если 20 лет назад для праздничных букетов выбирали гладиоусы и астры, выращенные на своем садовом участке, то сейчас многие идут в цветочный салон. Какие композиции выбирают для учителей, знает Ольга Сусой. Сейчас в букетах для первоклассников используют либо монобукеты, составляют из какого-то определенного цвета, либо же используют сборные букеты. В сборных букетах могут быть представлены осенние цветочки как георгины с добавлением розочек, чтобы это было более ярко, осенне, празднично. Подсолнухи гладиолусы, хризантемы, по словам флориста Вероники Акопян, как правило, при выборе цветов на 1 сентября покупатели ориентируются на сезонные растения в теплой цветовой гамме. Бывает, что в букет идут и полевые цветы. Для первоклассников предпочитают заказывать индивидуальные букеты, стоимость которых начинается от полутора тысяч рублей. Кстати, в прошлом году при оформлении композиции предпочитали использовать канцелярские принадлежности. Раньше, может быть, где-то года два-три назад использовали различные топеры, украшали букет линейками, карандашами, из оформления делали что-то в виде пиджака с кармашками. Сейчас это уже отошло. Сейчас выбирают букеты более стильные, современные, монобукеты или какие-то маленькие сборные букеты. К дню знаний в салоны поставляют цветов больше, чем обычно. Однако тех, кто заранее заказывает букет, не так много. Поэтому 1 сентября флористы готовятся к наплыву покупателей и очередям. Чтобы цветы выглядели на все стои, их содержат в холодильных помещениях с температурой плюс 5-6 градусов. Не хочется дарить букет, вручить и горшечное растение. Оно-то уж точно будет радовать глаз несколько месяцев, а то и лет. В последнее время школьники ищут альтернативу цветам и выбирают педагогам другие подарки. Так как все учителя в основном женщины у нас в стране, женщинам в основном нравятся сладости. Я тоже делал букеты сладостей учителям, поэтому я думаю, им бы это понравилось. Песню, конфеты, что-нибудь. Что-нибудь на память такое, чтобы или часы какие-нибудь купить, или что-то, ну, игрушку какую-нибудь там, символически так. Ну, наверное, на какую-нибудь книгу. Ну, я, например, за то, чтобы не каждый букет дарил. А вот, знаете, с класса собрались бы и большой, хороший один букет. Вот я вот за это вот. Какую-нибудь книгу, наверное. Цветы все-таки для женщины очень важны. Даже если это мужчина, все равно, я думаю, что букет. Несмотря ни на что, актуальность цветов не ослабевает. И через год, и через два школьники вновь будут покупать яркие композиции, чтобы удивить и порадовать своих учителей. Ольга Сысой, Михаил Величкин, Руслан Козловский и Андрей Цветков. Амурское областное телевидение. Это была последняя информация о выпуске. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова